Девятого мая в парадном строю шла новая машина Коалиция СВ Главное преимущество Коалиции, что она успевает сделать серию примерно из пяти выстрелов Сняться и уйти еще до того, как ее снаряды даже долетят до цели То есть фактически дивизион Коалиции в этом случае становится в какой-то степени дивизионом стелс в артиллерийском понятии Как добились такой скорострельности разработчики «Государственная тайна» Известно лишь то, что изначально Коалицию вообще предполагали сделать двуствольной Сейчас этот вариант возможно реализуют для корабельного базирования Установка же, показанная на параде, предназначена для уничтожения в том числе и тактических ядерных средств Стреляет она на расстояние больше 40 километров В перспективе 70-ти так далеко в мире больше не может никто Учитывая, что там тоже безлюдная башня и автомат заряжания на 60, по-моему, снарядов То эффект получается такой же, как от применения системы реактивной залпового огня Российский ВПК создал несколько модификаций самоходки Коалиция Есть вот и такая, со спаренной пушкой Огневая мощь этой машины, соответственно, в два раза больше Кстати, всей бронетехникой, созданной на платформе Армата, можно управлять дистанционно На Западе об этом пока только мечтают Еще новинки! Боевая машина пехоты и бронетранспортер Курганец-25 Аналогов в мире не существует Тот же, что и у Арматы, модульный принцип построения То есть замена деталей, что удешевляет и производство, и ремонт в боевых условиях Прежние бронетранспортеры, они рассчитывались на бойцов с средним ростом около 170 сантиметров Весом чуть более 60 килограммов и общей массой выкладки чуть более 10 килограммов Вот эта техника, она уже рассчитывалась на более крупных бойцов Ростом в районе 180, чуть больше Весом около 80 килограммов и резко возрос вес снаряжения Сейчас снаряжение бойца, куда входят немыслимы, еще 15 лет назад спутниковая связь, компьютер для ведения разведки, бронежилет и прочее может весить больше 25 килограммов Серийный выпуск машины Курганец планируется начать через год Вообще защита личного состава, судя по показанным на Красной площади, образцам техники уделяется самой пристальной внимания Отсюда и сразу несколько вариантов представленных бронемашин Тайфун и Бумеранг Их новейшая защита позволяет без вреда для личного состава выдержать взрыв 5-килограммовой противотанковой мины Кроме этого, у Тайфунов комбинированная броня, керамика и сталь А пространство внутри герметично, с искусственно поддерживаемым избыточным давлением, что позволяет исключить контузии личного состава при подрыве Еще одна передовая боевая машина десанта БМД-4М У нее две пушки, 30 и 100-мм, плюс противоракетный комплекс Штурмовые группы она прикрывает не хуже танка Это резко повышает и ударную мощь этого бронеспортера, и возможности по борьбе с бронированными целями, и возможности по защите пехоты Причем он, этот бронеспортер, имеет повышенную защищенность от минного оружия БМД-4 только что прошла все испытания и принята на вооружение в воздушно-десантные войска Эта машина может отлично держаться на воде и при этом вести огонь А может быть десантирована с самолета на поле боя и тут же пойти в атаку БТР Ракушка классическая амфибия, причем довольно быстрая Это принципиально новый гусеничный, а не колесный бронетранспортер Внутри помещается 12 десантников Вечная беда России, бездорожье, как показали испытания, для БТР Ракушка не помеха Он может проехать везде Новое ядерное оружие России, подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс» уже 6 лет на вооружении армии Поражает цели за 12 тысяч километров За рубежом от него еще не придумали средств защиты Гигантские ракеты весом в 50 тонн никто, кроме специалистов, еще не видел Вплоть до 9 мая, когда «Ярс» показали гостям парады победы Редактор субтитров А.Семкин